здрасте можно вот тот самый крутоголов который нашел в себе силы сдать всех коррупционеров благое дело делаете спасибо вам большое присаживайтесь пришли так сказать за своей бочкой варенье и пачки печенья охренеть сейчас ребят прямо охренеть президент вообще-то обещал 10 процентов из того что будет найдено я я кума сдал я брата сдал а вы мне тут варенье какой-то печенье успокойтесь это образно вы что классику не считали мальчиш плохиш а проехали 10 процентов вам выплатят по окончанию следствия да а сейчас наша задача защитить вас по государственной программе защиты свидетелей нужно скрыть вас от преследования понимаете да да вот давайте паспорт да конечно вот пожалуйста спасибо а вы тут на фотографии такой молодой худенький такой с волосами что успели уже внешность поменять да нет это десять лет во власти мою внешность поменяли понятно как то вы спокойно отреагировали да вам паспорт порвали люди обычно валидол пьют за сердце хватается вам как все равно что чё нервничать у меня еще два есть один кипрский другой израильский тогда нужно их тоже уничтожить еще не волнуйтесь так это для вашей защиты конечно вообще-то два этих паспорта и так неплохо меня защищают послушайте ну так положено по протоколу понимаете мы должны создать вам новую личность для этого старую надо уничтожить ну да да согласен вот держите давайте так да это израильский его хрен порвешь гирш рёдер это к вам это очень резкое обрезание связей так надо но вы так не волнуйтесь мы для вас сделали уже новый паспорт теперь вы полноправный член общества но вы так сказать гражданин а как и задов как а как и какой а как и да вы не волнуйтесь я не хочу быть а как и тем более задовым выжить я понимаю понимаю вас но дело в том что вся легенда разработана исключительно под а как и азадова все службы в курсе все работают вы у нас далеко не 1 как и не переживайте нет я конечно знал что вы этой стране все делается через задницу но чтобы вот так вот прямо буквально задов а как вы будете мою внешность изменять что оденьте парик очки и усы а я смотрю с нашей программы частично ознакомились так ваша новая прическа ваша новая внешность новый человек да не буду я это одевать вы что поздно задом смысле поздно почему хотите сказать что все уже в курсе что я всех сдал черт черт не волнуйтесь так именно с этого момента вы переходите под нашу защиту ну как не прям с этого момента с понедельника тут выходные а подписать некому понимаете смысле с понедельника так а за выходные меня могут пристрелить волнуйтесь никто вас не пристрелит мы к вам представим личного телохранителя тринадцатый заходите государственный охранник государственной службы охраны это не может быть мой охранник это неправда подпишись спокойно 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 правда видите вы чё шутите что ли посмотрите на него он как кого-то хоть в жизни защищал конечно он защищал очень хороших людей прямо очень хороших об этих людях либо хорошо либо никак подождите у него какие-то сверхспособности есть вы не волнуйтесь так это подготовленный человек у которого есть абсолютно все средства для вашей защиты какие например например свисток свисток это по-моему это не по протоколу надо ему помочь все спасибо так все обошлось хорошо не волнуйтесь у него есть еще электрошокер электрошокер да сейчас я его по крайней мере размножаться он больше не будет так бывает наверное неудачно взял но вы не волнуйтесь он прошел экспресс-курс рукопашного боя на ножах спецназе в ютюбе слушайте ну ну его нафиг он еще кого-то поранит этой штуку это могла быть моя голова максимум нога смотрите значит я отказываюсь официально от своего телохранителя пускай он ищет себе другую работу да да мы ему передадим кстати по поводу работы мы вам нашли прекрасную работу в поликлинике мвд помощником проктолога пока атаке задов помощник проктолога прям все звезды сошлись я конечно знал что у меня будут прятать но что прям так глубоко вы не волнуйтесь так зарплата там достойная четыре с половиной тысячи долларов или евро помощник проктолога а как и задов может получать только в гривне знаете что я отказываюсь то что вы сразу отказывались там прекрасные вакансии еще были если вам не нравится проктолог пожалуйста ассоцинизатор нянечка в детском саду зарплаты идентичные то есть при всех раскладах я по уши в дерьме да класс нет спасибо не надо меня защищать я лучше сяду в тюрьму сколько там за эту коррупцию дают в том-то и дело что пока нисколько закона такого нет еще пока никто не сел да идиот я должен был заподозрить что-то неладное еще тогда когда вы сказали бы по-тихому тебя привезем в суд и одели мне на голову ведро так задов вы успокойтесь мы между прочим тут хотим вас защитить и не только вас кстати но и вашу семью я умоляю только семью мою не надо защищать пожалуйста успокойтесь у вашей жены будет новая фамилия новая шикарная внешность и дом в испании в испании подождите вы программы не перепутали может у нее еще и all inclusive и трансфер из аэропорта да это входит в пакет ее охраны который кстати оплатил ее новый муж у нее новый муж олигарх представляете настоящий олигарх по легенде наш оперативник под прикрытием и поверьте нам он справляется с вашей женой она что даже не было против только за сучка кстати по поводу вашей собаки не волнуйтесь с ней все в порядке мы ее усыпили повезло сучки вы не любили собаку я про жену подожди как собак что усыпили по легенде но она работает у нас в отделе по борьбе с наркотиками получает 1000 евро в месяц потому что кто-то и неплохо поднатаскала вот тварь кстати по поводу вашей тещи ранее известная как евелина адольфовна клещ а почему ранее потому что теперь она заново евелина петровна за подожди мы что с ней теперь родственники она ваша жена вы гениальная посыпанутая да послушайте мы просто хотели чтобы вы быстрее адаптировались к сложившимся ситуациям понимаете чтобы рядом с вами был родной и близкий человек такая демость не жить то будем на конспиративной квартире в киеве крыша поле подождите нет 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 я я просто свалю из этой страны вы не сможете вам нельзя выезжать из страны из крыжа поля как же подождите а мои дети что с ними не волнуйтесь с ними все в порядке вы их тоже усыпили вы совсем что вы напомните кстати ваши дети кажется в лондоне учились почему учились я проплатил учебу на пять лет вперед это вы поспешили но есть радостная новость теперь они учатся в крыжа польском национальном медицинском техникуме лучше вы их усыпили и они кстати оба пошли по стопам отца политология рактология задов углубленный курс можно я сам себе буду защищать вы дайте мне эти 10 процентов это не надо это же 10 5 я на эти деньги куплю себе маленький скромный островок в тихом океане построить себе маленький домик на тысячу квадратов и буду оттуда всей душой любить украину к сожалению это не в нашей компетенции да хорошо давайте так вам два процента мне три давайте вы что нам взятку предлагаете да 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 вы что в тюрьму захотели задов нет задову в тюрьму вообще нельзя нет нет вы меня не возьмете я я просто свалю я просто убегу и вы меня хрен найдете боюсь у вас это тоже не получится мы вживили вас маячок куда в нос в ухо в зуб куда догадайтесь задов вы вы сволочи я до вас доберусь я найду на вас управу у меня между прочим любовница в высших чинах вы имеете ввиду мельникову ольгу откуда вы ее знаете ну мы не хотели вам говорить но мельникова ольга ваша любовница это тоже наш сотрудник майор олег мельников так это был не пальчик это был жучок задов господи как же это я послушайте ну про десять процентов это же правда вы же мне вы мне их отдадите возможно ну что значит возможно ну понимаете десять процентов получает человек который сдал коррупционеров а сдал их некий гражданин крутоголов а вот какое отношение а как и задов имеет к этим деньгам следствую еще предстоит разобраться непонятно я склею я склею свой паспорт задов куда же я вижу вас здрасте вызывали а вы кто крутоголов егор григорович прокурор бывший но перетестованный а соответственно честный аж страшно ну это мы сейчас проверим садитесь краще присаживайтесь а то сесть я как бы всегда спасибо скажите почему вы раньше не приносили декларации да честно лучше честно вы же честный прокурор я честный прокурор я честно то хотів подивитись что будет с теми кто во время сдал а че они одразу заберут бабки которые декларировали а потом никто никого не сажает бабки не забирают я решил рискну давайте декларацию все пожалуйста все честь по чести перша декларация честного прокурору бо честность то наше все да именно поэтому вы везде указали прочерки ну прямо везде не везде ну почти понимаете стрёмно цена ошибки 5 лет ну давайте попробуем вместе заполнить декларацию так фамилия имя отчество Крутоголов Егор Григорович фамилию имя не меняли менял 2004 після того як працювал у Печерскому суді тоді конечно не так торбило як зараз но я перестрахувався и какая у вас была раньше фамилия обязательно це писать бо я хотів би забути цю людину з її офшорами вилами ой не хочу вспоминать то есть я так понимаю до 2004 года Крутоголов брал взятки не 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 Крутоголов никогда взятки не брал ты шо это честна людина а вот Крутогрудов Григорий Егорович ото людина безпринципна ото встретил би на улице плюнул би ему в його от'євшуюся харю ну понятно 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 так давайте свой адрес адрес да я то там то тут не понимаете нам нужен конкретный адрес а конкретный город Кировоград нет такого города я ж чого прочерки поставил есть Кропивницкий честно кажучи зараз для людей шо Кропивницкий шо прочерк воно однаково лично мне вот легче запоминать прочерк понятно послушайте нам нужен адрес по которому вас можно найти а адрес так пишите гоголя 10 дроп 4 о хорошо собака мейл.ру вы не понимаете нам нужен адрес по которому вот мы приедем и найдем вас то я пишите массажный салон афродита я там практически каждый день а вы что квартиру себе не можете купить? а шо можно? конечно купите квартиру задекларируйте и живите спокойно ищите другого лоха я уже видел одного такого в фейсбуке не ну ему может и можно у него жена диджей ну подруга главред но я как то не могу с женок брать гроши вот не могу и все слушайте тут у вас написано что у вас есть трехэтажный особняк эээ д?мэй, а то не мид, то бабушки с бабушкой можно как то побеседовать? эээ ну что ж все а можно только треба разрешение на эксгумацию и эспиритический сеанс Понятно. Хорошо, давайте по-другому сделаем. Посмотрим вашу электронную документацию. Электронную документацию? Это что оно такое? Это там, где все видно. Все-все? Все-все. Вот, к примеру, 20 числа вы получили зарплату 3178 гривен 15 копеек, так? Так, дякую нашей державе за то, что потребует нас бедных прокурор. Слава Украине! А вечером того же дня вы покупили продуктов на 20 тысяч гривен и алкоголя на 15. Где вы деньги взяли? Да. А там что, у вас не видно? Нет. О-о-о! То не слухайте, это очень увлекательная история. Значит, еду я таки по городу. Да, подождите. В декларации у вас автомобиль не указан. Да, вот, прочерк. Еду я на метро. Значит, и подходит до меня такая людина, бедненькая. И так, будь ласка, чи не могли бы вы мне купить продукты? И да есть списочек такой. А что я могу сделать? Мы же прокуроры люди сердобольные. Попытка, конечно, неплохая. Но все покупки были совершены с вашей карточки. Так а что тут протезаконного? Нет, совершенно ничего. Но объясните, откуда у вас там появились деньги? Через терминал поповнили. Кто? Злоумышленники. Кто? Я вам не сказал. О, у меня же в той день карту украли, а потом повернули. И, наверное, вот в этот промежуток эти сволочи ее и пополнили. Вот люди бывают. А тут мне интересно, какой же идиот это мог сделать, а? А кто же его знает? Может, який завився у нас Робин Гуд? Да, який забирает деньги у богатых прокуроров и даёт нам видным. А как же вы вот это объясните? Вечером того же дня вы купили алкоголь еще на 15 тысяч гривен. Я ж был не один. У нас было трое честных прокуроров. В честной сауне с честными девчатами. И нам, по-честному, не хватило. Я думаю, займутся и вами, и Крутогрудовым, только уже другие органы. Лет пять, я думаю, вам светит. Минимум. Лет пять? Ну да. Да что за детский сад? Давным-давно всё в электронном виде, а? Да что вы делаете, а? Господи. Все копии серверной. А не серверная? Да успокойтесь вы, а. Послушайте. Вы вот здесь вот написали что? Что? Ха! Да у вас же вместо того, чтобы вписать, сколько денег вы можете потратить в следующем году, у вас здесь тоже прочерк. А вы знаете, что по закону в следующем году вы можете потратить ровно столько, сколько вы указали в декларации? Да! Ты что за законы такие? Я что, должен знать все законы? Вы прокурор. А, спасибо. А, то я... Можно я всё перепишу сначала, а? Ладно, идите переписывать. Переписывайте. В честь Нового года. Стол зачем разломали, а? Рефлексы. Рефлексы. Извините, я сейчас быстро. Ой, я смотрю, мальчики уже веселились, да? Здрасте, вызывали? Так, мы в интимных услугах Филиппова не нуждаемся. Тем более в рабочее время. Да подождите, я хотела это, декларацию заполнить. Тебе зачем? Её должны заполнять госслужащие только. Подожди, братики, а вы ж не в курсе, не... Я ж народная избранница от фракции, помоги себе сам. Филиппова, ты чё, с окружной уволила, сейчас в Раде заседаешь? Та боже упаси! Я пока совмещаю. Так я это, хотела спросить, а так надо все эти источники дохода декларировать? Или мне придётся уйти из политики? Филиппова, по закону может быть сколько угодно источников дохода. Так, по закону может быть сколько угодно, а от природы у меня всего три. Господи, дай заполнять уже, хочешь уже. Ось, ось, все, 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 заполнил, заполнил. Пожалуйста, все, суперчестная декларация суперчестного прокурора. Красоколов. Ну что же, написали и сразу же ошибочка у вас. Яка, яка? Ну вот, в разделе недвижимость вы написали Деснянский район. Да, все правы. Ну так а где улица, дом там? Так а справа, шо весь Деснянский район, доми. А вот этот раритетный автомобиль у вас откуда? Фея крёстная подарила. Фея, это что, тётя Золушки? Это бред вообще. Вы бы по-другому отнеслись к этой ситуации, если бы узнали, что по документам этот автомобиль зашёл в Украину, как тыква. А вот это что вы понаписывали, а? Яйца Фаберже от пасхального кролика. Золотые зубы от зубной феи, что это? Так а шо, остальным можно декларировать подарки от вымышленных этих волшебников. А мне шо, нельзя? А это что у вас за три суммы? Сто тысяч рублей, сто тысяч гривен и сто тысяч долларов? Подарок на Новый Рик вид Дида Мороза, Святого Миколая и Санта-Клауса. Санта-Клаус, конечно, молодец. Особенно смотришь, когда на курс. Да-да. А вот тут, почему вы написали в графе сумма наличными 300 килограмм денег? Честно кажучи, задовбався их раховать. Я просто вот так с кирду взвесил, получилось 300. А вот это что за статья доходов? Лотерея. Так то ж, как я получил должность прокурора. В смысле, то, что именно я займу цю должность, то была лотерея 6 из 36. Комиссия, 36 человек. Из них шестеро не берут взятки. А у меня нюх на идиотов. Я вычислил всех шестёх. Скажите, а награды у вас откуда? Награды? То не мои, то собака выиграв на выставке. Награды вермахта? У меня же немецкая овчарка. А слитки золота у вас откуда? Приз на выставке. Кодакак дают. Бывают дипломы, а бывают слитками. Да? А особняк тоже собака выиграла? Особняк. Собака. Особняк-то кота. Что-то не так? Да всё не так у вас тут. Всё не так понаписовано. А я хотел спросить, а что вы с этими декларациями будете делать? Ну так, ну как, ну понятно. Собираем, собираем. Да, скабливаем, потом... А потом... В общем, мы не знаем. Но. Короче, каждую ночь приходит мужик в балаклаве. Ведь его так странно шоколадом пахнет. И он ксерокопирует все декларации. Ну да, ещё раз поднимемся. Не, всё-таки возьмите вот ту мою первую с прочерками. А в шоколадной балаклаве привет. Подождите. Десять. Егор! Егор Григорьевич! Ага, я не сплю. Слушай, тут это... Сто долларов фальшивые. Ты что, дурак, что ли? Это сто гривен. Наверное, случайно в кучу попали. Не обращай внимания. Ничего себе! Ты помнишь, как гривны выглядят? Блин, что ты меня разбудил вообще? Мне такой сон слился. Я спележу, ничего не делаю. А мне деньги заносят, заносят. Заносят, заносят. А я тебе давно говорил. Отдохнуть тебе надо. А то уже работа снится. Да, это точно. Добрый день. Но. Мне нужен помощный брокер, чтобы оформить груз. Сколько? Десять контейнеров. Ты не понял. Ни сколько, а сколько? Это вы, наверное, не поняли. Я принципиально взяток не даю. Мы тоже. Что тоже? Тоже принципиально не даем брокерам. Бесплатно. Так что иди и смотри, как гниют твои десять контейнеров. Это мы посмотрим, кто еще первый сгниет. О, ты у нас дерзкий? Представьте себе. Принципиальный? Да. Понял. Тогда давай документы. Ну так бы сразу. Сидоренко. Сидоренко. Ага. Алло. Отдел контроля доставки. Тут гражданин Сидоренко потерял свои документы. Что? Да, совсем потерял. Так что покажите ему, что такое вечность. Ха-ха-ха. Я на вашу праву найду. Ага, иди ж ищи. Слушай, ну че, эту кучу будем пересчитывать? Подожди, так мы же договорились уже кучами считать. Или ты хочешь узнать, сколько кучек в этой куче? А как в отчете написать? Да так и пиши. Шеф, куча сформирована. Куда кидать? На большую кучу или на приват? Ну, спасибо за совет. Да какие проблемы? Мы ж кумовья. Кумовья. Добрый день. Оставайтесь на местах. А-а-а! Это не мои бабки! Это он мне подкинул! Я не, я вам, я вам вообще, вам вообще тут не работаю! Григорий Горьевич, это я, Ромчик. Рома. Охранник с таможни. Блин! К вам тут это, оператор с Киева. Я думал, это обыск со съемкой. Ё-моё! Рома, спасибо, молодец, валяй сюда, забирай своего дружка. Ё-моё! Вы чего, откуда, почему? Я из Киева, меня ваше начальство прислало. А, начальство прислало? Ага. За кучей. Мы сейчас заканчиваем окучивать. Сейчас, сейчас. За какой кучей? Нет, я приехал ролик снимать социальный про работу честной таможенной службы. Вы про полицию ролик смотрели? Моя работа. Теперь ваша очередь. Блин, ты же завтра должен был приехать. Ну, так вышло. Что значит так вышло? У нас смена специально готовилась к этой съемке. Полгода люди не бухали. На диете сидели. Учили этот таможенный... Как его? Ботекс. О, контекс. О, кодекс. Кодекс. Учили. Блин, не просто так. А ты говоришь, так вышло. Поэтому давай-ка завтра по расписанию. Да. Так, вышло у товарища генерала. У него завтра съемка. У генерала? А, ну, тогда, ну, давай, что, снимать? Что там, сложно? Да нет, ничего сложного. Нужно просто показать ваш обычный рабочий день. Давайте я переставлюсь. Так. В смысле, так как показывать? Ты же это на камеру хочешь снимать. Ну, а вы представьте, что меня здесь нет. Сейчас, одну секунду, я настроюсь. Вот, что-то такое. На. Не, спасибо. Мои услуги уже министерство оплатило. Подложи, чтобы не шаталось. Спасибо. Так лучше. Ну, что ж, будем снимать? Готов. Ну, это, как закончишь, позовешь. Подождите, вы куда? Вы же должны быть в кадре. Ну, я же про вас ролик буду показывать. Так, а что это с нас решили начать? Мы что, самые лысые, что ли? У вас самые большие показатели по всем контрольно-пропускным пунктам страны. Блин, я тебе говорил, не надо столько денег на Киев отправлять. Блин, вот надо тебе вот медали от каждого президента нашей страны. Ни фига. Ну, фетиш такой. Ну, что там, что за ролик? Что делать? Ну, надо показать ваш обычный рабочий день. Ничего сложного. Как обычно? Вести себя? Да, ведите себя как обычно, меня не обращайте внимания. А, ну, ладно. Начали. Так, стоп. Стоп. Это не мои бабки, это он мне подкинул. Это я, я, оператор. А ты же сказал, что тебя здесь нет. Ну, когда я говорю начали, я как бы есть. А когда я говорю стоп, меня как бы нет. Блин, что так сложно у вас на телевидении? У нас на таможне все проще. Приехал. Заплатил. Уехал. Не заплатил. Не уехал. Все просто. Вот скажите, когда я сказал начали, что вы начали делать? Ну, я, как обычно, начал считать деньги рутина. А, а я отдыхал после пересменки. Прекрасно. Ну, вы же не целый день этим занимаетесь, правильно? Что-то еще же делаете? А, ну да. Ну, вот, прекрасно. Начали. Я извиняюсь. Обед. Так, стоп. Вы, кроме того, что спите и едите, что-то на работе еще делаете? Прекрасно. Начали. Ленка, Леська, зайдите. О, привет. Не, 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 стоп, 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 это вообще нельзя показывать? Вы что? Чего это? Чувак, ты не знаешь, от чего отказываешься. Мы-то сейчас такое киноху снимем. Да нельзя такое показывать. Девочки, пожалуйста, выйдите. Спасибо. Слушай, ну, что ты заладил? Можно, нельзя. может, у тебя какой-то сценарий? Поверь, нам бы всем троим было проще. Да какой сценарий? Вот ваш сценарий. Таможенный кодекс. По нему и работайте. Ты святую книгу своими грязными ручищами не трогай. Ладно, ладно. Что вам нужно, чтобы вы начали работать? Ну, обычно 500 долларов. Можно договориться за 300. Да ну, это вообще нельзя показывать в ролике. Чего нельзя? Начальство поржет, оно ж в теме. Так этот ролик не для начальства. Как не для начальства? Да, для людей. Его вся страна увидит. Миллионы людей увидят, и они должны увидеть, что у вас все хорошо. Ты что, дурак, что ли? Эта страна вообще не должна видеть, как у нас тут все хорошо. Так, так, я не могу так. Давайте, я отказываюсь. Пусть сам товарищ генерал приезжает и снимает. Не, 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 не надо, товарищ генерал, тем более мы ему еще кучу за август не отослали. Да, не надо, ты скажи, что надо делать, мы сделаем, что? Я не знаю, а что вы можете? Стих, тост, песня, танец могу, живота. Включай, давай. Какой стих, какой тост, какой танец? Мне надо показать обычный рабочий день честной, неподкупной таможенной службы. Чувак, я тебе говорю, это только завтра. Сегодня обычная смена. Извините, пожалуйста. О, прекрасно. Прекрасно, посетитель. Представьте, рабочая ситуация, вы с ним общаетесь, как обычно, на меня не обращайте внимания. Начали. Извините, можно? Пошел вон, тварюка. Так, стоп, куда вы его отправили? Мне же ролик снимать надо. Так мы, как обычно, ну а что? Верните, верните его. Эй, придурок, иди сюда. Что ты хотел? Я хотел перед вами извинить. Извините меня, пожалуйста, я был абсолютно неправ. Я понимаю, что мой вопрос может решиться только так. Вот ваши деньги. Наконец-то, понял, удод. Время только наше тратил. Я за это время уже машину мог купить. Давай сюда. Верните деньги. Чего это? Мы честная служба, мы взяток не берем. Мы взяток не берем? не берем. Слышишь, тут ситуация изменилась немного. Мы взяток в данный момент не берем. Так что, через час зайди. Очень хотелось бы, но нельзя. Мы тут ролик снимаем, смотри. Не показывайте пальцем. Я понял. Мне говорили, что второй раз заходить дороже. Вот, возьмите. А даже смотреть не будем. Сколько там? Две тысячи. Не берем? Мы не берем. Ходят тут всякие, вот предлагают, но мы кремень. Я понял. Пока все эти деньги не высадите, не успокоитесь. Вот, все, что есть. Десять тысяч. Уходи отсюда. Пожалуйста, быстрее. Странное. Так, стоп. Куда вы его отправили? Мне еще второй дубль сделать. Верните. У меня перестановка. А ты сейчас не снимаешь? Нет, нет, настраиваю. Иди сюда, придурок. А? Давай бабки. Вы же сказали, вам не надо. Уже надо. Вот. Начали. Уже надо запомнить, что мы тут взяток не берем. Что здесь происходит, а? Так, прекратите импровизировать. Работайте по сценарию. Да как по этому сценарию-то работать? Здесь ты никогда в жизни его не читал, блин. Я не знаю. Документы у него спросите. Документы у тебя там есть? Их потеряли. Кто потерял? Вы. Вы? Мы не могли мы потерять. У нас тут ничего никогда не теряется. Вообще. Ну, а вы посмотрите в верхнем ящике стола. Может, найдете? А-а-а, ящик для потерянных документов. А-а-а, вот они. Все в порядке. Таможня всегда поможет. А декларация? А-а-а, декларация. А-а-а, декларация. А-а-а, декларация. А-а-а, да. Все. Декларация. Счастливого пути. Таможня дает добро. А-а-а. Стоп. Прекрасный кадр. А-а, в конце немножко наигранно получилось, но все хорошо. И, кстати, можете ничего не говорить. Ролик будет без слов. Без слов? Да, только музыка. А вы, пожалуйста, верните документы обратно. Нет. Верните, верните. Еще надо дуголь сделать. Да. И вы какой-то грустный. Улыбайтесь. Улыбайтесь. И вы тоже улыбайтесь. Как будто вам нравится ваша работа. А вам нравится качество сервиса на таможне. Ну, нет. Улыбайся, сука. Ратуйся, гаденыш. А то на тебя упадет контейнер. Двое же. Все десять штук. Я понял. В таком случае ставьте печать. Ах, ты ж гамна. А вы расписываетесь в декларации. Вот гнида. Я тебя запомнил, сука. Спасибо вам большое. Да не меня благодарите. Благодарите таможенников. А, их все-таки надо благодарить, да? А как ты хотел, гнида. Вот возьмите. Что вы делаете? Уберите деньги. Отпустите деньги. Отпустите деньги. Уберите деньги. Я не могу рожать руку. Да измотите кадр. Уберите деньги. Отпускайте. Что вы сделали? Мы тебя просто так не выпустим отсюда. Тем более с деньгами. Улыбайтесь. Снято. Украинская таможня. Оформим с любовью. Егор Григорьевич. К вам проверяющий из Киева приехал. Алло. Скажи ему, что меня нет и не было никогда. Что я буду прерывать свой дневной сон ради какого-то прыща. Егор Григорьевич, вы на громкой связи. Выключи эту громкую связь. И предложи ему там чай, кофе, капучино, секс, извращение. Егор Григорьевич, а как выключить громкую связь? Ты, о-о-о-о, Олег Петрович, а я вас уже ожидаю, тут уборочку затеял. Здравствуйте, я снова к вам. И снова, как вы понимаете, неспроста. О-о-о, видать, что-то серьезное, да? Ой, надо успокоительное принять. Ой, срочно, срочно, срочно. А что это вы делаете? Успокаиваюсь. Тики так можно успокоиться на этой работе. Просто голову, кстати, в вашем регионе тормозится процесс децентрализации. Вы должны быть более свободны, независимы. Подождите, мы прям как локомотивы, мы дороги тики, яки построили, бачили. О-о-о, хрен кто доедет. Там рвы, ежи поставили. А вы, до речи, як того? На вертолете. Ну, тогда точно серьезное что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А це, игрушка, солодкі гроші. И що, вкусно? Трохи бумага віддає. Крутоголов, чого ви волнуєтесь? Не надо бояться Київ. Оце, коли премьер-министр буде з нашого міста, тоді перестану бояться вообще сразу. Скажіть, будь ласка, вам деньги з бюджета регулярно выделяються? Да, спасибо большое. Да за що ви благодарите? Це не вам лично, це на весь регіон. А, ну да, да. А я ж і є регіон. Я себе не відділяю, да. Почему регіон не развивається? Депресивний регіончик, честно говоря. Унылый. Ну, о чём говорить, якщо у нас до сих пор мейл.ру без VPN работает? Понимаєте? Скажіть, будь ласка, як ви потратили гроші з бюджета розвития області? Во, клас! А, так ви маєте ввід, наверное, в цифрах, да? Можна і в цифрах. Ну, 40% ми сразу відправили обратно на Київ по програмі лояльність регіонів до Києва. Разберёмся. А з остальними деньгами, як ви поступили? Положили на депозит? Ви нормальний! Ви ідіот! Ну... Програмі о зеленіні. Ви вложили деньги в молодёжь. Тепер вона впереди планеты всей. А я ж її ще помню. Зараз ще будемо вкладати в губи, нос, потім ноги. Круто, Голов, ви хоч що-то построили в цьому гаду? Іди тобі, не треба це знати. Построю, конечно, дуже красивий дом. Такий з колонами, золоток крыша, купола. Такий заходить, такий хол великий, потім картина галерея. Інтересно, інтересно, це дом-музей? Ні, це дом-дом. І де він? В Іспанії, конечно. Чому в Іспанії? Не повірюйте, матеріали дешевше. Ви тільки що сказали, що у вас крыша із золотом. Так, так це ж программа духовного розвития. І що ви ще зробили по цій програмі? Немало, немало, я вам так скажу. От давіче віджали у московського патріархату дві сауни. Зараз дожимаємо центральний ринок і ще два стрип-клуби. О-о-о! Молодцы. Да. Йогор Григорьевича, ми к вам. Вот, Круто Голов, доигрались. К вам уже пришли недовольні граждані. Та ні. Це врушити лі денеж. Хлопці, ідіть в хранилище, ви знаєте, що робити. Що по программе возврата ГАИ на дорогі? А! О, тут ми поумніше поступили, ніж у вас там в Києві. Ми просто старо не расформували. О, тут ми ж їх три роки не фінансували. А їх не треба фінансувати. Вони на самофінансування. Так. А що з поліцією? По розкрываємості ви на последній місці. К жаліню. Так. Ну, це з-за того, що у нас сильно розвиті церковно-родственній свясть. Що просить? Кум на кумі сидіти, кумом поганяє. Ну, що ви хочете? Так. Що з полученням биометричних паспортов? Не хочуть люди. Не хочуть. Що прямо? Не хочуть в Європу? Не, в Європу-то вони хочуть. Вони не хочуть, щоб відпечатки пальців знімали. Тому що розкрываємості зразу підійде вверх. А нашого ну не треба. Ми ж розуміємо, да? Крутоголов, скажіть, пожалуйста, що з программою енергосбереження? О! Тут ми вообще впереди планети всі. Ми перші, хто повністю від розвитку російського газу. Ну, хорошо. Молодці. Ну, хоч що-то. На що перешли? Ні на що не перешли. Ми просто відпочивалися і чекаємо, коли газ подішевший. Єгор, газ не подішевеєт. У вас є альтернативні істочники енергії? Імеються. Ну? Сусідня область. Какая? А я вам не скажу. Бо ви їм розкажете, а я хочеш, щоб сюрприз був. Так, крутоголов. Що по программе «Снос світкого жилья»? О, отут вот ми все зробили, як ви у своєму листі написали. Знесли ці трющоби к чортовій матері. Хорошо. Людям квартири дали? Яким людям? Ну, тему, у которых ви жилье снесли. А-а-а. Так то ви, мабуть, написали на другому листочку. А-а-а. Я такий занятий, що читаю тільки перші. Єсть успіхи по программе «Європейський город»? Так, так, так. Провели нещодавно гей-парад. Всім так сподобали. В смысле? У вас що, єсть ячейка ЛГБТ-сообщества? Э-э-э. Ні, цього нема. Якийсь бют, БПП, я не знаю. А у цього нема. Ну, так как ви провели гей-парад? Просто бюджетників вигнали на вулиці. Цоп-цопе, цоп-цопе. І все, такий гей-парад устроили. Крутоголов, я должен сказати, мне это надоело. Садитесь, пожалуйста. Садитесь и пишите. А-а, я понял. Вы вже на моє місце когось примітили, да? Крутоголов, пишите. Я тако-то, тако-то прошу уволити мене по собственному желанию. Не зможете ви мене уволити. Это почему? Я депузит оформил на себе. І указал именно це місце роботи. Ну і замечательно. Ага. Ви представляете, скільки процентів набіжит за 10 лет, пока вас выпустят? Це ж отлична нова. Регіон вперві за всю житнь скажет вам большое спасибо. Уводите. Ви ничим не поможете. Місто в мене придуть ще худші. Місто в мене? Солі. Місто в мене придуться. Кïм, кіг,